Давайте будем нести с кустолюдем! А таких в нашем городе уже 15 человек. Я подумала, что нам следует знать своих живописцев в лицо. Так что сегодня посетим две мастерские художников-постмодернистов. Это загадочная мастерская с приглушенным светом и расслабляющей музыкой Михаила Соболевского. В 2001 году вступил в Союз художников. А рисовать начал еще с детского сада, более 40 лет назад. Свои картины строят с помощью тех образов, которые наблюдают люди. Образы реального мира. Объемность, в общем, одно из свойств трехмерности нашего мира. Ну, пространство трехмерного, обычно темное, как-то погружает в глубину переживаний. Ну, более драматичных, что-то более серьезных. И все же отчасти Михаил абстрагирует реальность. Показывает окружающий мир сквозь призму своего восприятия. Лошади с удлиненными конечностями, кривые линии и широкие мазки. Кстати, таких рельефных мазков художник добился с помощью мастихина, специальной лопатки. Этот инструмент прославил и французскую художницу Франсуазу Нилей. Ее массивные многоцветные портреты. Иван Никитчик в Союзе художников с 1982 года. Рисует в живописной технике пленэр, изображая правдивое отражение красочного богатства натуры, изменение цвета в естественных условиях. На сегодняшний день я пишу в Баневурово. Баневурово – это один из первых пейзажей написан. Это гениального российского художника дача Кима Коваля. Там у него есть озеро выкопанное. Вот березы им посажены. Я немного связываю вот это вот озеро с обнаженной моделью, потому что осень – это как деревья, она сбрасывает одежду свою. Почерк художника – густые мазки. Такие пейзажи воспринимаются на расстоянии. Постичь морскую волну художнику удается на даче в Хасанском районе. Еще одна слабость – Камчатка. Мечтает вернуться туда, чтобы рисовать горы и вулканы. Свои картины художники могут написать за день, месяц или дорисовывать спустя несколько лет. Желаю, чтобы и у вас жизнь шла как по масляным краскам, просто и разноцветно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok